Отец! Отец, отдай мою тудолю и отпусти меня на волю. Устал я жить тебе в угоду. Открой мне дверь и дай свободу! Свободу! Коль сильно манит пыль чужих дорог, снаряжу тебя в дорогу и, помилуй Бог, дам и серебра, и злата. Папа, да как же это? Чтоб не знал нужды. И храни тебя, спаситель, от любой беды. На тебе с молитвой пояс, матушка ткала. Пусть тебя он охраняет от любого зла. Ну что, прощай, мой брат. Уходишь вдаль искать свою мечту. Ухожу! Не забывай ты, отчий дом, эх, не забывай ты, отчий край и яблоню в цвету. Не забуду! Прощайте! Прощай, сынок, прощай. Молимся за наших сыновей, молимся за падших и убогих. Боже, помоги вернуться им домой, помоги не сбиться им с дороги. Стойкими их души сохрани, чтобы в чистоте себя хранили. Чтобы их лесть и сладость не пленили. Чтобы милость в сердце сберегли. Молимся за наших сыновей, потерявших все и вновь нашедших. Добрых, бескорыстных, сумасшедших. За твоих, Россия, сыновей. Господи, спаси и сохрани. Наступит час прозрения, и каждый сын поймет. Любовь прощает, верит, любовь не перестает. Дорога ты, дорога, куда ведешь, куда. Одна дорога к Богу, другие в никуда. Одна дорога к Богу, другие в никуда. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мы дорогие. С вами передача «Лаврские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас вновь в гостях театр «Кукольный виноград». Да. Спасибо, господи. Мы начали нашу программу с фрагмента из спектакля «Звонкие бубны за горами», в основе которого лежит притча о блудном сыне. Название спектакля не простое, оно своеобразная загадка. Тест на знание русских поговорок. А звучит целиком эта поговорка так. «Звонкие бубны за горами, а пойдешь, лукошко найдешь». Вот и здесь мы представили сейчас сцену, в которой участвовали наши куклы. Отец, вы его все узнали. Главный герой, младший брат. Ну и его старший брат, домовитый такой, чудесный, с мотыгой. Получается так, что в основе этого спектакля пьеса Константина Константиновича Дмитракова «Притча о блудном сыне». Она написана стихами, мы ее очень любим. Спектакль тоже сделан давно. И недавно нам посчастливилось обновить наших кукол, потому что с этим проектом спектакля «Блудном сыне» мы выиграли грант «Православная инициатива». Это было в 2013 году. Вот эти наши новые герои, еще более выразительные, чем прежние. И мы с этим спектаклем, первое место, где оказались, это колония. Мы выступали в колонии Колпинской перед ребятами-подростками, каждый из которых уже совершил какое-то тяжкое преступление. Давайте расскажем. Да, очень удивительно. Мы волновались, можно сказать. Да, мы волновались и переживали, потому что, когда мы увидели, как по плацу из окна мы смотрели, как по плацу идут эти стриженные мальчишки с троем, то вообще-то как-то страшновато. А как они здороваются? Я там был в этой колонии. Как они здороваются все вместе, когда приходят, они просто кричат. Очень такое вот ощущение. Напряженное, да? Напряженное, да. Но когда они стали смотреть спектакль, вот каждый раз мы убеждаемся, что дети в них еще не умерли. Да, вот детство прям написано на лицах, радость какое-то, удивление. И они написали нам удивительные отзывы. Они написали... Один из мальчиков, вот очень мне дорог этот отзыв, он написал так. «Мне очень понравился этот спектакль, потому что вы рассказали историю моей жизни». И самое большее впечатление на них производит, конечно же, в этом спектакле отец. Вот отца у нас исполняет Сергей Васильевич традиционно. И эта отцовская любовь у самого Сергея Васильевича. Много деток, у него пятеро детей. Пятеро внуков. И та любовь и прощение, которое он передает через свою куклу, транслирует зрителям, она доходит до сердца каждого. Каждого зрителя, какой бы тяжелый путь он ни прошел на данный момент. Да, и удивительно, что они во время спектакля как-то особенно не выражают свои чувства, но в конце, потому что они смотрят друг на друга. Я говорю, а как ты, а как ты? Вот это вот ощущение вот этой стадности какой-то. Колония все-таки неприятное место, и они не выражают. Иногда кто-то даже... Есть такие ребята, которые... Мы играли, допустим, «Чудесные яблочки». И, естественно, какие-то возгласы такие. Ну, детские спектакли, что вы нам, куклы, показываете. Но потом, после этого, вот это смолкает, шум такой, в конце спектакля приходят и просто по отдельности благодарят вот эти дети, взрослые дети уже. И большинство из них не смотрели никогда кукольный театр. Не были в кукольном театре. Да вообще в театре не были. Да, и в театре не были. И чувствуется, что это вот вообще куклы, они действительно зацепляют в каждом ребёнка, находят в этого ребёнка. Этот ребёнок как бы рождается в каждом. И к концу спектакля они как бы теплеют, и вот эта теплота прорывается наружу у каждого этого человечка. То есть получается, что каждый из них возвращается в детство в то самое непорочное ещё состояние, ну вот хотя бы на мгновение, хотя бы на какую-то долю переживает, сопереживает. И вот это вот ощущение, что есть прощение, что оно где-то обязательно случится в твоей жизни, оно дарится. И мы сопереживаем с ними вместе. Я думаю, да, вообще эта история блудного сына, она у каждого человека происходит. Не только у этих детей. Да, и с нами тоже. И спектакль доходчивый, спектакль яркий. Его смотрят как малыши, но не совсем младенцы, а так вот уже начиная с четырёх лет, с пяти. Они следят за куклами, более взрослые дети на своём уровне понимают. И, конечно же, взрослые. Вот ещё один такой для меня памятный выезд был в наркодиспансер наш петербургский, где собрались люди, тоже уже очень много пожившие и взрослые, разные и выздоравливающие, и те, кто уже осознал свою дорогу, и те, кто находится на самых начальных стадиях исцеления от тяжких пристрастий. И также для нас было ответственное выступление. Мы не могли предугадать, как они отреагируют. Будет ли это только вот холодный такой цинизм, или души их раскроются. И такую картинку запомнила. Мы после спектакля выходим к зрителям, общаемся, встаёт мужчина. Мы спрашиваем, мы задаём обязательно вопросы, и один из главных наших вопросов – какое главное чудо случилось в этой истории? И вот на этот вопрос отвечает мужчина. Как я помню, очень хорошо одетый, такой во всём кожаном. Боготырь, шикоплечь. И на супе в брови нам говорит, вы спрашивали, какое чудо, я вам сейчас скажу, какое чудо. Мы в страхе замерли, потому что что может ожидать после такого начала? А он, сцепя зубы, сквозь зубы, произносит дальше, я заплакал. Ваш ангел, он живой, коснулся моей души. Ну вот после этого. Да, 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 такие вот моменты, конечно, греют очень. Он заставляет снова-снова работать. Получается так, что вот в этой песне звучал мотив дороги. И мы сейчас, когда готовились к программе, тоже как-то это пережили заново, что и мы всё время на колёсах. И в наших спектаклях наши герои идут по жизненному пути. И иногда впрямую это мотив путешествия, а иногда это духовное возрастание. Но дорога, она везде, дорога, она ведёт нас. И, ну, видимо, это не зря, к чему-то она нас приведёт. Вот Бога очень, Господа просим, чтобы... А сколько у вас спектаклей вообще? У нас сейчас на ходу... Действующих, да? Действующих, 7 спектаклей. Да, вообще их 9. Но два спектакля сейчас по разным причинам мы не играем. Маши медведи, ты считаешь? И среди этих семи действующих спектаклей вот два рождественских. Это вертеп и рождественский дед. Один спектакль пасхальный, пасхальное чудо. Спектакль внесезонный, это притча о блудном сыне, чудесные яблочки и предание о Петре и Февронии. Все ли спектакли я называла? Маши медведи ещё играли. Ну, он пока не действует. Ну да, но пытаемся ещё сделать какие-то такие зарисовки у нас есть, ещё спектакли какие-то, которые... Ну да, в планах у нас разные спектакли. Так вот, раз мы заговорили о Петре и Февронии, хотелось бы поведать об этом спектакле поподробнее. Вот идея этого спектакля к нам пришла с Божьим промыслом и по молитве, и в то же время по звонку. Ольга, расскажи. Да, история началась со звонка. Точнее, нет. История началась раньше. Мы в какой-то момент задумались, а не сделать ли нам спектакль такой, чтобы можно было его играть на свадьбах. Для молодёжи спектакль либо о любви, либо о Петре и Февронии. Ну вот коротенький, минут на двадцать. Да, вот такая идея была, мы её обсуждали, наверное, месяца два, а потом прозвенел звонок, я снимаю трубку, и меня спрашивают, скажите, пожалуйста, а нет ли у вас спектакля либо про любовь, ну либо вот конкретно о Петре и Февронии? Коротенького, минут на двадцать. И я говорю, знаете, ну такого спектакля у нас нет, но мы два месяца уже думаем, как бы его сделать. Но когда этот звонок поступил мне, то я со страхом почувствовала, что это глаз Божий. Ну действительно, потому что мы думали такими словами, к нам такими же словами обращаются, такого спектакля у нас нет. И сыграть его через месяц мне казалось невероятным. Но вот послушав этого требовательного голоса, этого веления, я сказала, хорошо, но, наверное, будет. И действительно. И звонок этот поступил одиннадцатого июня, а сыграть нам нужно было одиннадцатого июля вот на ромашковом фестивале в честь празднования Петра и Февронии. И февронии. День семьи, любви и верности. И получается, что этот день, одиннадцатого июня, для нас ещё памятен. Мы ещё потом скажем, почему. Так вот, с чего же можно было начать спектакль, в котором такая красивая история, древние времена, а нас на тот момент, вот мы были с Олей вдвоём, потому что это было лето, все остальные в отпусках, ну с чего, что ближе всего женщинам. А у меня дома хранилась прялка, подлинная сурская прялка из села Суры, это родина моих предков, и я очень хотела её где-то использовать, она настолько тёплая, золотого цвета, с такими чудесными рисунками, но всё не знала как. И тут я вот осенила, Господь мысль вложил, ведь прялка — это рукоделие, а Феврония у нас — рукодельница, а кроме того, она до конца жизни оставалась рукодельницей. Всем ведь памятна тот момент, когда она не заканчивает своё рукоделие и соглашается со своим супругом отправиться в последний путь. Так вот, взялась прялка, и стала понятна атмосфера, стилистика спектакля. Мы обратились к чудесной нашей подруге, художнику, замечательному художнику-кукольнику Наталье Крутовой, и она согласилась с нами поработать и создала для нас два дивных персонажа — Пётр, вот он здесь, и Феврония. Ну а покуда, так как у нас всё-таки прялка подразумевает, и женское рукоделие подразумевает песню, то и спектакль наш начинается с песни. Ой, дружка у ворот, да, ой, дружка у ворот, да, убиваётся, да, убиваётся, да, ой, вывели ему, да, ой, вывели ему, да, свет деви, да. Субтитры создавал DimaTorzok И вот так с нитки до скудели начинается спектакль, раскрывается старинный сундук с преданием, где хранится бабушкино предание, в котором оказываются эти славные, дивные, старинные работы куклы, которые и начинают рассказывать историю о князе Петре, вначале бывшем очень гордым. Он так похвалялся, что «Я самый гордый, я самый знатный, я самый смелый да самый богатый». Вот за это-то хвастовство Господь и послал ему немощью лютую. Ой, 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 плохо пришлось бы князю Петру, если бы не постричал он Деву Февронию. Дева Феврония и красотою Лепа, и умом искусно, и сердцем щедра. Сердце у него милосердное. От этого всё и заканчивается, вся история заканчивается хорошо. И князь наш Муромский понимает свою ошибку, и уже с княгинюшкой своей никогда не расстаётся. И у нас в спектакле звучит много русских народных песен, а звучит ещё одна песня старинная. Потому как народ под правлением князя Петра и княгини Февронии жил очень хорошо. И люди песни-то слагали. Ну, а эти песни старинные мы поём. Ну, правда, поём? До нас они дошли. С песней удивительная тоже история, в том смысле, что не нашли мы песню о Петре и Февронии. И пришлось нам на мотив старинного канта написать свои слова. И когда мы с Аней вот это всё делали, мы как-то так в смущение немножко вошли. Ну, как же говорим, что народ слагал? Что песня старинная. А потом поняли, а мы же что, не народ? И мы народ, поэтому поём её от души. Как в Амуроме, князь, княгинию, Они провели добро к людям ласково, К людям ласково, да с любовью, Как о той любви святой. Жить всем весело, Жить всем весело, Да и радостно Хранить веру славную Христианскую. Вот так у нас князь и княгиня садятся в лодочку, А эта лодочка отпускается нами по реке Окея плыть. Вот наша река. Ой, глубока! Ой, черна! Потому как мысли тёмные у князя Петра, Да и, конечно же, есть отчего, Но всё заканчивается хорошо, И плывут они на этой лодочке в Царствие Небесное. Вместе муж да жена Суть единая плоть Словно с древа райского Благодатный плод Благодатный плод На любви растёт Хранит веру славную Христианскую. Лодочка эта причаливает к берегу чужедальнему. В нашем уже случае это к берегу небесному. Остаются они там жить себе припеваючи в обителях райских. Но в спектакле, конечно же, невозможно без противоположной стороны. И у нас здесь в спектакле участвуют не только куклы, но ещё предметы. Эти предметы на время становятся куклами. Вот такая вот дивная трещотка. Бояре. А как они у нас спорят, а? Ссорятся. Ай, не хотим делать веру. Не хотим просто родинку-то. Нет? А это их боярыни. Узнаёте, что это, да, такое? Это погремушка. Это причём северная погремушка, потому что в основе шаркунки. Такие специальные коробочки из бересты, в которые насыпалась крупа. И вот у нас наши бояры не выхаживают, да выхваливаются перед Петром и Февронией. Не хотим, чтобы нами крестьянка правила. Вот так вот. Но всё, любовь и верность Петра и Февронии побеждают всё. И в этом нас убеждают отклики наших зрителей. Хотела я вам показать несколько рисунков, которые у нас остались на память от севастопольских гастролей, о которых мы сейчас расскажем. Но вот сначала о том, что изображено на рисунках. Вы видите прямо-таки полностью нашу сцену, где князь Пётр, княгиня Феврония. Вот это вот здесь изображён на сундук. А это город Небесный Иерусалим, который мы выстраиваем во время спектакля. Здесь же, посмотрите-ка, тот самый кораблик, который мы только что показывали. И смотрите, что характерно. В городе Севастополе у кораблика триколорл российский. Без этого никуда. Крым наш. Здесь же удивительный тоже. Точнее, здесь две удивительные картинки, потому что здесь юные художники изобразили не только героев спектакля, но и нас, актрис. Причём портретное сходство, что называется, на лицо. Можно узнать, кто где стоит. У кого коса, у кого светлые волосы, у кого тёмные, кто повыше, кто пониже. Нарисовано с огромной любовью. И для нас вот эти вот севастопольские гастроли, это, конечно же, промысел Божий. Нас провёл святитель Лука Война-Исенецкий. В эти гастроли мы поехали в то же лето, когда был создан спектакль, но уже по осени, когда уже работали школы. И что удивительно, просто о том, что это святитель Лука нас ведёт, и о том, что заказ на этот спектакль поступил именно в день памяти святителя Луки Война-Исенецкого 11 июня. Об этом мы не думали. Об этом это, само собой, узналось только в конце поездки. Уже в конце поездки мы это узнали. А ещё удивительный момент, что как-то так сложилось. Не планировали, не намечали. Вот взяли и поехали. В Крым у нас там... Написали мы 40 писем. 40 писем мы написали в школы, чтобы нас туда пригласили. Одна-единственная школа откликнулась. То есть мы туда ехали, в общем-то, на совершенно... На энтузиазме. На энтузиазме, не рассчитывая ни на что. И когда туда приехали, как-то у нас организовались такие гастроли. 13 спектаклей мы сыграли. Играли почти каждый день. Мало этого, первый спектакль мы сыграли 13 сентября. А это в том году был День памяти Петра и Февронии. Второй День памяти, который недавно появился в нашем церковном календаре. Он переходящий. И надо же было так случиться, что именно в первый год, когда он всецерковно праздновался, мы приехали в храм и сыграли 13 сентября первый спектакль на севастопольской крымской земле предания Петре и Февронии. Затем удивительным образом сложилось так, что действительно Господь вел нам. Помогали люди, от которых мы и не ожидали помощи. Потому что двум женщинам с декорациями как-то перебираться из одной школы в другую и из одного детского сада в другую немножко трудно. И тем не менее было полное ощущение, что рука Божья нас ведет. И отклик, который мы получали от показа спектаклей от севастопольцев, он тоже нас радовал и вдохновлял. Потому что этот спектакль посмотрели от мала до велика. Сами педагоги, увидевшие впервые наш спектакль, потребовали, чтобы мы приехали к ним в детский сад. Потому что их четырехлетки и их трехлетки вполне созрели для такого спектакля про любовь. И в то же время в одной из школ нас порадовали ребята тем, что ученики 11 класса с огромным удовольствием посмотрели спектакль, порадовались Петру и Февронии. Причем один из этих ребят заявлял себя как... Атеистом. Да, у нас было два спектакля. В конце первого подошли к нам двое ребят, говорят, это у вас что, урок религиоведения? Да нет, спектакль. Что-то у вас все про Бога, я атеист. Да ты приходи на второй-то, будет интересно. И они сбежали с урока химии. Попросились у учительницы, что вот там спектакль. Очень не хочется на химию. И в конце этого нашего представления эта учительница, которая отпустила их с урока химии, услышала, как он давал оценку. Он сказал, вот этот спектакль по моей десятибальной системе девять из десяти. То есть это возможность обратиться ко всем. И действительно, у нас была одна из поездок совместно с детской православной миссией в отдаленный детский дом в Волонце Карельской епархии уже. И мы приехали с этим спектаклем к ребятам, у которых нет семей. И педагог, который нас привезла, Марина, она очень мудрый ход предложила. Перед спектаклем собрала ребяток отдельно и задала им вопрос. Ребят, а что такое, по-вашему, счастливая семья, счастливая любовь? Кому-то уже очень нужно было об этом подумать, потому что ребята разного возраста. Там и семи летки были, и уже предвыпускные классы. И они ответили на этот вопрос анонимно, на листочках бумаги. Затем она зачитывала эти листочки бумаги, и они вместе комментировали, как-то обдумывали, все ли согласны, или у кого-то, может быть, есть дополнения какие-то к тем ответам, которые ребята предлагали. И закончился вот этот вот вводный этап ответом одному мальчика, который написал, а я не знаю, что такое счастливая семья и счастливая любовь. И Марина тогда сказала, а вот сейчас, ребята, мы пойдем с вами и посмотрим спектакль, в котором мы найдем ответ на этот вопрос. Кто же такие святые Петр и Феврония? И действительно, дети смотрели спектакль, ну вот такое ощущение, что не то, что каждый звук ловился, а вот каждая сердечная нотка. Вот мы очень благодарны за эту встречу. Ребята, и для нас это каждый раз вопрос, точнее, о момент подумать о себе, о своей жизни, о своих семьях, о своих детях. Я в этом году был как раз на мальчах. Петра и Февронии, да. Петра и Февронии? Петра и Февронии. Да, да, да. Меня это потрясло. Ну как, лично меня потрясло. Будучи мальчим, молился, видел, как люди к этому относятся. Я, это вообще не такая тема, которая была, ну, очень объединяющая. Нам сейчас это очень нужно в России. И тема же, опять же, такая, о которой можно говорить в разных разрезах любви, да. Вот с детьми, с маленькими совсем, мы говорим о том, где же научаются любить. В институтах? Или в детских садах? Или где? И когда мы докапываемся с ними, что мама и папа научают нас любить. А это очень важно, потому что без того, чтобы ты понял, что такое родительская любовь, ты не можешь любить Отечество. Так что тема всеобъемлющая. Да, и получается, что мы с маленькими детьми говорим вот о такой семейной любви, о родительской, о любви к отчизне. А вот с детьми уже постарше, там, со старшеклассниками разговариваем, о супружеской любви, о взаимоотношениях, о том, что же такое, любовь налетела, налетела, закрутила, и все, любовь? Или все-таки вот действительно нужно этому где-то учиться, где-то совместно проходить через что-то? А скажите еще, у нас передача заканчивается, а вы когда-нибудь записывали вот свои спектакли, допустим, на телеканале «Союз» показывали эти спектакли вот так, чтобы... Наши выступления показывались в передачах коротких, четырехминутных, трехминутных. Да, телеканал «Союз» Надо полностью спектакли ваши записывать, я думаю. Потому что не все могут вас пригласить. Вот, не все. Было бы очень здорово. Так, все, приглашайте, дорогие мои. Передача у нас заканчивается. Божья всем помощь. У нас был кукольный театр «Виноград». Спасибо вам за ваш, можно сказать, подвиг. И Божьей вам помощи, творческих успехов. Спасибо. До доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин